Вы смотрите шоу Подъем на телеканале ТНТ Интернешнл. Здоровье – это самая актуальная тема для утренних программ. Вот и мы решили позвать в гости человека, который выпускает продукты, которые помогают людям оставаться здоровыми, бодрыми и жизнерадостными. Сегодня впервые в студии шоу Подъем у нас самый настоящий пчеловод. Это не старичок, а молодая девушка, которая занимается пчеловодством. А еще она собирает целебные травы. Знакомьтесь, Юлия Дубойк. Юлия Дубовик – пчеловод и травница. Окончила биофак БГУ по образованию генетик. Занималась бизнесом. Несколько лет назад получила в наследство пасеку. Считает пчеловодство своим хобби, которое приносит деньги. Привет! Привет! Как тебе настроение? Супер. Вообще очень рада, что попала к вам. Как добиралась к нам без пробок? Я такой автолюбитель, поэтому я люблю обгонять. Поэтому и быстренько все. Да, надеюсь, минут раньше приехала, чем положено. Ты одна без пчел пришла? Пчелы уже спят. Пчелы на улице. Они спать ложатся на зиму или что? Они замирают немножко. Просто у них замедляется все ритмы. И они начинают так медленными очень быть. Но они не спят вообще никогда. Они как в симбиоз впадают такой. Это анабиоз. Они спят на рамочках. Но они не спят. Они просто такие медленные. Они вообще никогда не спят. У них не замедляют. Не уходят вот эти процессы. Как у лягушек, допустим. А кушают они что? Мётик. То, что насобирали. Да. Они на зиму себе заготовки делают. Потом ты подходишь и говорю, ребят, я знаю, куда это продать. Я вам сделала домики, а вы как бы к вам плату-то не вносите. Придёшь и забирать. Чем богаты тебе бы рады. И так несколько раз за сезон. Они такие, да ёлки-палки, как раз собирали. А сперва-то они залетают туда и думают, вот это да. Вот это хором. Они уже расслабляют. И всё бесплатно. А вот это коттедж, как бы. Оказывается, за всё надо платить. А потом закатки из шкафа у них пропадают. Выходит такая история. Привёдно так и происходит. Почему они каждый раз в шоке. Они такие, куда пропал? Ну, смотри, у тебя, получается, изначально было другое дело. Потом ты полностью, на полную ставку начала заниматься пчеловодством. Чем тебя зацепили пчёлы? Это просто нужно хотя бы один раз посмотреть в ульё. Открыть его, чтобы это понять. Это такая немножко и магия, и успокоение. И это такая милая работа. Они очень-очень миленькие. Я каждый раз, когда открываю любое ульё, я сразу так... Зайки мои там, они такие милые. Просто мне правда очень классно. Тебя никогда не кусали пчёлы? Каждый сезон, ну, каждый раз, когда я захожу на пасеку, я получаю ужаление. Но это вообще норма. Это я не обращаю внимания. Но у меня этим летом был такой случай просто прикольный. Я не сняла его, потому что я забыла дома телефон. Меня пчела ужалила в нижнюю губу. Нет, в верхнюю, в верхнюю. И она пухла. Наверное, потому что там сосудов много. Просто вот такая вот губа была. Я посмотрела на себя в зеркальце и думаю, вот, новая бьюти-услуга. Открывая новое направление. Очень недорого практически, хоть и болезненно. Но это было вот именно так, как... Пушап. Да, пушап такой пчелиный. Во всех местах. Селфи наделала? Да, но я не сделала. Как раз обидно так было, что цифра не сдувается. Так быстро она сдувается? Да, я пока поработала пару часов, она не сошла. Но это у меня. У некоторых отюки держатся долго. Ты мужчинам можно? Ты в клуб идешь, там чик, грудь, бетуху. Все, потом с крапивницей поехать на скорой. Возможно, это из-за мохито. Скорее всего. Мы снова в студии шоу Подъем на телеканале ТНТ Интернешнл. И сегодня у нас в гостях пчеловод, а также травница Юлия Дубовик. Скажи, пожалуйста, что ты нам принесла? Мед. Липовый. В этом году очень хороший липовый мед. Липовый мед доносит не каждый год, а этот год просто шикарный. Как ты отличаешь липовый мед от других? Ложки нам принесли. Нормальная работа, да? Хороший пчеловод отличится по вкусу. Можно немножко позже. Больше бери, больше бери. Надо брать от жизни все. А батон с маслом есть там где-нибудь? Официант, батон, воды. Да, это дневная дозировка уже была. А я даже и на завтра, по-моему, перекусил. Что вот это такое? Должен быть кто-то пчеловодом, а кто-то ульем. Я пчеловод. Ты улей. Отлично. Будем учиться. Что такое молодая девушка пчеловод? Нужно быть ульем. Ну-ка, не кусай меня. И что вы сейчас делаете мне в лицо? Вольнете дымом, и я должен быть... Нет, колбаска. И выдать вам мед? Как это сделать? Да и мед, как просмел. Нужно просто будет сделать умиротворенный вид. Надеваем шапку. Это обязательно... Чтобы Леша мне не покусал. Резиночку под шею. А можно... Не надо брать дыма. О, здесь правда пахнет дымом. Да, да, все пропитано дымом. Так, Леш, изображай улей. Нужно изображать активный улей. Активный улей. Активный улей. Бззззз. Так, а что идет дальше? И нужно на него... Боник ходуном. Так, нормально. Все, да, да, да. Подходите дымите активно тоже на него. Что за ролевые игры, ребята? Бзз, все. Погас уснулся. И теперь пчелки успокаиваются. Крыша улей. Ну, ненадолго. Открылась. Все. Все, я забираю тебе мед. Пахнет копченым. Уносишь. Норку к себе. Все, у Лулей поиграли. Присаживайтесь. Я бы еще поиграла, мне понравилось. Это было классно. Знаете, я еще под впечатлением. Расскажи про травки, которые сегодня здесь лежат. Это вереск. Классика вообще. Трав и то, что подходит в любой сбор. Классно вообще. Чем-то на мелису похоже. Это таволга. Как будто бы совсем нет. Из основных трав тоже. Очень похучая. Самая медовая травка. А вроде бы как пчелы, травы, пенсионерская движуха. Молодежь насколько увлекается. Есть там чаты, сообщества. Возможно, есть. Но я их не знаю. Но я их не знаю. Но я знаю, что аудитория моя. Мои покупатели, либо те, кто интересуется. Там очень много молодежи. Причем с самого там 16 лет вот есть такие, которые интересуются. Мы вернулись в студию шоу Подъем на телеканале ТНТ Интернешнл. И сегодня у нас в гостях пчеловод Юлия Дубой. У нас сейчас будет классная игра, которая определит, кто из вас главный пчеловод. У меня здесь заготовлены вопросы, которые я вам буду задавать. Кто даст больше правильных ответов, тот будет признан мастером пчеловодов. Да. Просто будет специалистом. Эту игру мы назвали ЦТ по пчеловодству. Вам нужно будет на листик писать число. Ну, там правильные ответы в основном числа. Мы будем их сверять и говорить правильный ответ. Итак, первый вопрос. Здесь должен быть такой гонг. У медоносных пчел один из самых сложных языков в мире. Они используют именно столько нейронов в своем маленьком мозге, чтобы общаться, используя запутанный хореографический танец, известный как виляющий танец. Этот танец позволяет другим пчелам направлять друг друга в места, где они могут найти еду, а также другие формы общения. Сколько нейронов в мозге у пчел? И снова. Я написал свой возраст. Поскольку я... Примерно так же. Поскольку я очень хорошо разбираюсь по пчеловодству, я вспомню, сколько мне лет. Все в порядке. Я готов, вскрываемся. Давайте. Правильный ответ. Показывайте ваш. Я написала 30 тысяч. 30 тысяч. 33? Серьезно? У тебя сколько? Так я тысячу писал. 33 тысячи. Правильный ответ? Правильный ответ. 1 миллион. Ну, 33 тысячи, это ближе. Ближе. Не там. Правильный ответ засчитывается кому-то, кто не берешь. Итак, второй вопрос. Население у пчелиных особей обычно колеблется. У каждой пчелы есть особая функция. Например, посещение королевы, строительство, кормление молодняка, фураж и охрана. Сколько пчел максимально может находиться в одной семье? А тут-то я немного подкован. Ну, не подсматриваю только. Подготовлюсь. Опять 33. Давайте, вскрываемся. 80 тысяч. У тебя? 50-60 тысяч. У нас в ответах 60 тысяч. 60 тысяч. 60 тысяч. Ты чувствуешь своим пчелиным мозгом? Если нужны будут советы. На самом деле, это средняя семья. А крупные могут и до 100 тысяч находиться. Но... Не, ну я не могу. Я делю этот балл на двоих. Один-один. Все. Один-один. Ладно. Тебя я тоже не могу оставить. В холодное время года пчелы образуют плотные группы вокруг королевы, чтобы согреть ее и защитить от холодных температур вне улья. С другой стороны, летом, когда температура вне улья довольно высока, пчелы машут крыльями, что приводит к циркуляции холодного воздуха в улье. Следовательно, пчелы гарантируют, что температура в улье не будет колебаться в любой момент времени или сезона. Какую температуру пчелы могут поддерживать? Ответ напишите в градусах по Фаренгейту. Это сложное шоу. Боремся за звание главной пчеловод. Конечно, по Фаренгейту. Хорошо, скажите спасибо, что не в милях вообще пишем. Итак, правильный ответ. Покажите ваши варианты. Правильный ответ 93 градуса по Фаренгейту. Признанный пчеловод. 2-1, пчеловоды. Итак, четвертый вопрос. Мед, который собирают из сот и используют люди, редко портится. Причина этого в том, что мед гигроскопичен. Будучи гигроскопичным, он содержит мало влаги или вообще не содержит ее, что обычно является питательной средой для бактерий и микроорганизмов. Сколько лет было самому старому меду, который смогли обнаружить? Опять все возраст напишет. Есть. Скрываемся. Так. 200. Ну, в этот раз я даю победу не тебе. Это 5000 лет. Здесь должны быть аплодисменты. Первый раз. Что, это были великолепные ответы? Да. Аплодисменты. Это было классно. Интересный вопрос. Сложный просто. Мы вернулись в студию шоу Подъем на телеканале ТНТ Интернешнл. И сегодня у нас в гостях пчеловод и также травница Юлия Двойк. Сразу вопрос. Если все время есть мед, ну не все время, а периодически, и травы, можно ли обойтись без лекарств? Они ведь обычно тоже на травяной основе как-то. Я считаю, что лучшее сочетание это официальная медицина и плюс включение фитотерапии и апитерапии. Апитерапия – это лечение продукта пчеловодства. И это самый лучший результат даст в итоге. Ну а сама ты пользуешься как-то травами, не знаю, в оздоровительных целях? Постоянно. Ну расскажи. Каждый день. Очень люблю кофе с медом. Это вообще мой любимый напиток. И разный мед дает разный вкус. И плюс здоровье. А каждый вечер это обязательно травяной чай. И плюс у меня много разной такой косметики своей на травах из порошочков, которые делаются, смешиваются с медом, с прополисом. И это все и для красоты, и для здоровья, и натуральное. Как вообще правильно мед употреблять? 100 грамм норма для взрослого человека. Такая хорошая столовая ложка в день. И я считаю, что примерно плюс-минус стоит эту норму соблюдать. Если переесть, это нагрузка на поджелудочную. Ну, денежный вопрос. Мед, травы можно как-то на этом заработать? Да. Да? Да. Продаешь как-то. Да, да, да. Я куплю весь мир. Я люблю, все пчелы будут мои. Я не приверженец того, что если травник или пчеловод или вообще любое другое занятие, нужно как-то прибедняться. Нет. Любое дело можно развить до хорошего бизнеса. Сейчас мое дело это такое больше хобби, на котором я очень хорошо зарабатываю. На жизнь и вообще на свои увлечения мне хватает вполне. Это мое основное занятие. Юля, скажи, пожалуйста, топ-5 советов для начинающего пчеловода травника. Для травника это просто один совет. Идите в поле и собирайте. По интуиции то, что нравится. Потом разберетесь про лекарственные свойства, по применению. Нужно просто брать и делать сразу же, как только хочется. А по пчеловодству самый первый совет не стоит начинать пчеловодство без изучения литературы по биологии, физиологии, генетике пчел и отдельной особи и пчелиной семьи. Это самая первая, самая важная информация. И без нее потом будет очень сложно. И я не думаю, что понравится. По травкам, если я выйду в поле, я могу что-нибудь такое насобирать, скажем, негативное, что-то такое, что нельзя есть. Те травы, которые растут в поле, они, как правило, или очень хорошие по применению и простые, либо средние ядовитости, которые тоже очень полезны, их надо в меру применять. Отравиться сложно. А там есть пару видов буквально в Беларуси, которые смертельные ядовиты, они растут не в поле, они растут там возле рек. Ну что ж, Юля, спасибо большое за интересную беседу, за вот эти все советы. Но мы не можем просто так с тобой попрощаться, не подарив тебе вкусный, сладкий, замечательный подарок от нашего партнера в фабрике «Спартак». Спасибо, спасибо. Я очень люблю конфетки тоже. Я уверена, что эти конфеты оправдают твои ожидания, потому что фабрика «Спартак» уже на протяжении многолетней истории радует и дарит вдохновение любителям шоколада. Спасибо, я большой любитель шоколада. Ну что ж, мы прощаемся с нашим гостем, пчеловодом-травницей Юлией Дубовик. Успехов вам! Побольше меда, побольше трав, побольше здоровья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok